Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! 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 понимаете но я утрирую вопрос другом вопрос том что в течение пару лет газ до пару лет от момента инвестиций даже я грешен скажу вам прямо я значит не вначале как бы не глубоко вошел и не разобрался бизнес-планом и посмотрела бизнес-план я даже просмотрел начале честно признаюсь просмотрел что там я посмотрел 2018 год ну думаю нормально 2017 год проект заканчивал 2018 начал когда разбираться смотрю так это за 2018 год на 2019 году дивиденды по бизнес-план откуда раньше нету это значит надо пирамиду строить чтобы деньги нет мы все понимаем каждый слышим то что мы хотим вот и говорим то что мы хотим слышать я прошу прощения значит вот и поэтому этот процесс таков есть то есть такая категория людей такие вы копироваться первые это вторые хотят заработать они и могут быть я как любимцами и поддерживающими но все равно хочется но есть просто люди которые до говорят давайте быстро деньги давайте быстро когда можно получить быстро деньги и каждый вебинар или почти через вебинар всегда задаются вопросы значит и но есть предприниматели которые задают серьезные вопросы они видят что скорее там мощнейший срез это вообще новый бизнес и можно не участвовать да и как ну и они уже знают как не участвовать они постоянно задают деловые вопросы себя приводят компетенции в порядок учатся осваивают технологии до уровня не надо лезть там как это колесо крутится или как неважно если ты продвигаешь новый самолет тебе не обязательно знать как сопло его работает каковы там температурные параметры если интересно да иди разбирайся выясняет тогда по процессу со временем разберешься когда ты войдешь процесс поэтому третья группа это предприниматели инвесторы предприниматель инвесторы которые видят что это ресурс и готова и уже работает они интересуются оплайна приложения к сожалению там есть свои нюансы пока вот час осваивается через пень колоду это идет процесс это отдельная история будем говорить вот есть час сколыхнулся народ из всех этих трех предыдущих о которых я говорил это те кто смотрит о крипто криптовалюта сейчас мы сделаем айсио там еще не важно что значит вот до айпио еще сможем сильно быстро заработать то есть сделаем токены обменяем их на акции и всех будем в шоколаде то есть но я утрирую вы меня простите поэтому здесь есть разный но вы по того не осознавая или не понимая это может быть уже чувство мне кажется все таки что вот мы с алексеем уже говорили здесь что формируется новое некое новое сообщество что ли которая понимает что впереди серьезная работа есть много возможностей но люди еще не понимают как этим воспользоваться теперь хотелось бы если у тебя сейчас есть вопросы на этот связь иначе я вам уже коснулся проекта стороны да то многие спрашивают и я кто вы действительно с правовой точки зрения являемся ли мы владельцами уже акции или у нас все-таки какие-то пока на руках обещания что мы будем акционер кто мы сейчас есть у меня и полностью я выкупил не выкупил про инвестировал пакет да мы не покупаем и не продаем дорогие друзья это не ботинки не сапоги не топоры это инвестиции с одной стороны смотрим договор что в договоре написано в договоре написано что это договор кредитования ли займа если я не ошибаюсь там займ написано с обеспечением он не дает займы я обеспечиваю этот займ чем акциями компании евразии как я обеспечу я обеспечиваю тем что тебе подходит что я обещаю что эти акции будут котироваться и нотироваться ближайшее ну так ближайшее определенное время не ранее чем 2018 2018 2019 год на бирже будут я выведу все свободные акции которые останутся после они остаются мы об этом же говорили в после вот этого инвестиционного процесса и процесса обеспечения строительства экотехнопарка или проекта за счет которого вводится технология на рынок свободные акции я говорю что я вывожу на этот самый на рынок свободных но тем самым тебе будет интересно потом мы я вывел эти акции ты говоришь что у меня есть акции вот ты задал вопрос мне что а являюсь ли я всегда являешься номинал причем именным акционер и это не какие-то сертификатах написан до сертификат он дается как временный конечно потому что почему временный потому что это на период пока идет оформление в реестре самым главным документом акционерное общество является реестр акционер в этом реестре он есть здесь мы вы увидите это вот вот он здесь есть и там написано кто вернее начинается номер какой-то по номер такой-то столько-то акций кому фамиль на владимир маслов там или алексей дьяков вот где я проживаю то есть мои координаты все это есть реестр это самый главный документ сейчас у нас по европе был как бы акционеры их прихватывают финансовые инспекции говорят а представьте документы которые вы получаете или договора что им представлять спрашивают они все как бы в ступоре что делать вот нас сейчас всех чуть ли не расстреляют и так далее той же самой бельгии например тоже сама австрии финансовые инспекции там озверели что это такое кто тут торгует акциями никто начали смотреть нигде не по слову не написано что идет торговля акции никто не продает акции как мы становимся акционерами становится еще раз говорю через сделку кредитования под залог с обеспечением договор с обеспечением поэтому если кто-то требует или кому-то надо показать есть договор кредитования с обеспечением если это инвестиция осуществляется одним разом одним инвестиционным или кредитным платежом со стороны кредитора сторону компании которые принимают то тогда сразу у него появляется возможность там же есть выбор нажимаешь на кнопочку да я хочу залог забрать свою собственность не хочу остаюсь ждать три года в течение трех лет любое время могу забрать но пардон не то интересно или пардон ему интересно я спросил тебе интересными так куда конечно я уверен я надеюсь что этот проект я уверен что он будет до хотелось бы раньше немножко как бы заработать и частично оставить это у многих так и еще тут страшного нет возвращаясь обратно значит я очень длинно говорю вот что в реестре есть четко обозначен и если ты в реестре то ты акции тебя да нет ты не акционер вот и все весь ответ и тогда финансовые органы или какие-то надзорные органы можно два документа договор показывать копию и скрин той строчки где показано что вы являетесь внутренним именным акционером а не в открытом доступе это не какие-то то есть принцип закрытого акционерного общества абсолютно и это залоговый документ когда будет проведена эмиссия тогда это будет уже да она откроется появляются возможности опять-таки мы между собой не имеем права и тогда торговать этими акциями но мы сможем отдавать на биржу потому что как я тебе уже говорил что компания выходит свободными акциями на биржу и этим самым тем кто является внутри компания акционерами появляется возможность с момента айпио с момента прохождения там определенных процедур уже об этом говорили многие кто подключились к нашим вебинаром просто не видели этих вебинаров вот и поэтому вот это уже видела вебинар вот там говорилось значит будем повторять час опять снова повторить да надо повторять я считаю для меня сигнал что я подниму все эти записи вот и мы сделаем такой повторный вебинар может быть даже в начале следующего года до конца года у нас много других интересных вещей вот и поэтому это самое главное два документа договор причем он уже в дальнейшем не имеет никакого значения договор нужен для того чтобы мы выполнили свои обязательства до момента когда я внесен или погода землясь данном случае ты внесен в реестр акционеров акционерного общества евразия дрелска висисим сходом или евро ази дрелска висисим сходу вот такой момент и это очень важно знать я хотел еще затронуть такую тему что тема которая касается ну скажем так криптование назовем так или или подходкой сего чтобы мы понимали я говорю вам то как я сейчас понимаю то где мы находимся вот наши разработчики находятся разрабатывается проект sky service можно вот так условно назвать прорабатывается его детали вот и это отдельная часть о чем говорят и разъясняют его хорошо я не буду как бы за них это делать и алексей суходоев и сергей сибиряков вот и это идет подготовка я вам обещаю что на московской конференции будет уже больше информации об этом я тоже не хочу сейчас даваться в подробности могу просто сказать блоком что это проект sky service он как бы стартовый пилотный проект и в его рамках я сегодня не вижу никаких противоречий особых чтобы его не использовать и не выпустить определенное количество токенов и дать возможность обмена акций на токен там по всей вероятности будет достаточно гибкий механизм так что если например у тебя алексей дьяков или у тебя товарищ иванов или у тебя товарищ петров появится необходимость какое-то количество тех акций которые находятся у тебя в реестре обменять на токены а токены превратить в финансовые средства потому что желающие приобрести токены под проект sky service будут для этого будет выпущены соответствующие документы айсио вот там описание и так далее как когда требует порядок другое дело как этими токенами потом распоряжаться это отдельный бизнес и о нем но он служит общему проекту и поэтому вот ты алексей тут наши частные беседы задал вопрос а не лучше ли нам все-таки сконцентрироваться не проводить выставки не проводить там дополнительные какие-то расходы а тут построить это технопарк отвечу тебе на вопрос я тогда я прервал чтобы энергии сохранить для наших уважаемых случаях слушателей вебинара ведь смотрите моё мнение идея в том что зачем мы сейчас тратим кучу денег на выставки на другие мероприятия когда может быть нам лучше создать все деньги направить на строительство экотехнопарка закончить его сертифицировать и потом уже начинать его показывать а потому что нет смысла ехать москву тратить на выставку 200000 рублей допустим за одно посещение выставки организации где-то примерно так стоит на звуке я знаю вот когда мы знаем что ли это не будет значительно меньше стоит выставка умеряю тебя и 200 тысяч на порядка где-то две десяти пятнадцати тысячи не может связались от того чтобы не обезут нет если туда везут да там есть договоренности ведь скажем так бизнесмен этим делом занимаются мы же ведь есть преференции вот суть не в этом идут параллельный процесс и вот так этим себе представляешь уважаемый коллега что идет про что у нас сегодня сертификация ее быстрее или больше не сделаешь ты хоть 100000 туда вложить от миллион вложили согласен со мной согласно поэтапно то есть поэтому средства есть что лучше положу эти деньги сюда не будут на столе просто лежать или я параллельно начну все-таки продвигать информацию по этой технологии многие наши слушатели вебинаров зачастую задают вопрос почему россии власти не знаю занимаются какими-то другими вопросами для этого нужно использовать эти средства которые все стояли но ты скажешь что давайте начнем быстро интенсивно строить значит высокоскоростную трассу ее сертификацию там тоже не сделаешь там есть целый ряд шагов я выяснял все почему не строим все там есть ничего дело в том что там есть целый ряд согласований проектной документации и закон о постсоветском пространстве самые жесткие строительные законы белоруссии счастью и к сожалению потому что по соответствии со законом строительством она начинается ну просто говоря закон который регулирует там даже подзаконодательные акты которые регулируют всю кухню строительства в особенности транспортных структур они предписывают наличие то есть там лопатой нельзя ковырнуть землю раньше чем у не утверждены все документы идет согласование утверждение и идет процесс подготовки производства производ произведено как бы изготовление транспортных путевых структур металлических конструкций мы хлебнули с вами друзья уже только выстроить на этом километровом участке казалось бы металлические конструкции там извините меня три договора по двум из них до сих пор штрафные санкции не получили один только выполнили там тоже были свои скажем так загибы а нам нужно и здесь это та трасса часть участок трассы где скорость поднимается до 150 километров в час а мы говорим о 350 460 о которой шла речь там абсолютно повышается на порядок требования к металлическим конструкциям это тоже надо их там вложить их от миллионов от 10 миллионов лучше не сделаешь это определенный процесс этим просто изо дня и занимаюсь опять-таки отложим деньги пускай стоят ждут но вопрос возник из-за того что ходили слухи что денег не хватает на парк поэтому медленные я не знаю кто такие слухи распространяли но лично я этого не распространял были периоды когда значит не хватало денежных потоков чтобы обеспечить все строительные да дорогие друзья готовьтесь дело в том что я полагаю что начиная с декабря месяца по всей вероятности начнутся очень интенсивные работы уже строительную работу а это уже большие вливание средств поэтому естественно денежный поток должен быть более стабильный подняться январь февраль март апрель это нам надо всем подумать мы же все вместе работаем над тем чтобы средства которые мы вложили еще лучше специализировать то что ты мне говори правильно так что над этим надо работать поэтому это тоже наша стратегия и поэтому возвращаясь обратно что я начал говорить что формируется абсолютно новое отношение ведь мы становимся со участниками проекта совладельцами этого проекта мы совладельцы технологий поэтому надо каждому четко понять и как не один инвестор такой скажем но один из мощнейших инвесторов в эстонии мне сказал я сейчас создал курс я молодых специалистов обучаю ничего страшного что это до 15 этапа я их обучу у них появятся новые знания новые навыки но я сам родею за то чтобы в этот проект инвестировать я сам инвестирую у меня уже много он назвал у меня 60 миллионов акций на 60 миллионов но я родею за то чтобы и меня интересует первое позыв не то чтобы слушать инвестирую я заработаю тебе а про инвестирую мы вместе когда-то обязательно заработаем но я это делал мне так это он мне объясняет я это делаю ради того чтобы проект действительно капитализировался я радею за денежные потоки и вот это абсолютно новый подход об этом мы не говорили еще даже год назад только так время время от времени намекали а сейчас мы становимся все больше и больше начинаем понимать и твой вопрос я понимаю что ты у себя тоже там хочешь очень так это самое жесткой правильно уложить что да я акционер они какой-то там этот самый владелец какого-то там какой-то доли там или непонятно чего движемся дальше за по времени тогда хотел еще вернуться вот криптовалюте вы сказали sky сервис да то что sky сервис очень какое-то название это какой-то организации уже зарядки нет это это проект название пилотного проекта которым сказал если хочешь слышать детали иди на вебинар алексея суходоева рекламирую моя цель чтобы наши слушатели нашего вебинара понимали о чем идет речь это отдельно название sky сервис да надо понимать что это такое это отдельный проект то есть он требует раз сервис он полностью оцифрованный как говорит как говорят наши специалисты то есть абсолютно надежный обмен или передвижение контейнеров с различными грузами первичными там передачи неважно там какие большие малые грузы тем более что сейчас в рамках этого проекта головная компания значит разрабатывает полностью сейчас контейнеры перевозки потому что и контейнерное хозяйство производства контейнерного хозяйства разных классов контейнеров понимаешь что это очень важный момент это говорит о том что компания развивается растет значит кроме транспортных структур занимается еще и разработкой средств оживления этих транспортных структур можно построить железную дорогу условно-город и сильно ждать кто-то что по ним повезут раньше возили гужевым транспортом на лошадях теперь это надо перегружать по что-то так и здесь сейчас была дискуссия с перевозчиками контейнеров и те кто возят на больших этих как они по-русски это называется траки машина по дороге дальнобойщики возят там они возят и контейнеры возят просто грузы skyway будет предлагать абсолютно современные компактные модульные контейнеры которые можно формировать группировать 1 распасовывать товары и это очень важно практически создается транснет но он начинается создаваться с sky сервиса то есть с небольших грузов с небольших поставок и так далее но они уже изначально должны быть не на бумаге не в компьютере только а должны быть отцифрованы ну такое достаточно как бы ну может не совсем удача но тем не менее слово которое откриптованы даже скорее всего так то есть знаете как блокчейн он четко убит его уже не подчистишь не подточишь не изменишь он выпущен и все то есть его добыли в шахте условно говоря ли выработали и он уже есть это сейчас достаточно как бы мощный бизнес по всему миру он растет вот настолько может быть я об этом тоже кое-что будет сказано в москве на конференции вот после этого наша группа членов правления и значит представители кто занимаются сейчас именно ведением различных апробаций по проекту sky сервиса соберемся в минске и будет обсуждение там с головной компанией с анатолий дарвича будем принимать там определенные может быть решение а может быть и не будем просто обсудим и там видно что дальше 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 следующая тема значит у людей много проблем я знаю меня начат писали значит у меня у самого проблема после сегодняшнего вебинара я как раз буду встречаться уже в интернете буду со специалистами встречаться но что касается оплайна вам сказать опять о будущем постоянно слегка нужно видеть перспективу мы буквально вчера встречались и обсуждали что мы будем создавать такие на базе оплайна будем создавать сейчас просто ждем одних предложений от специалистов задать плащик площадку обучения вот и это во многом облегчит на будущем существование дальнейшее развитие иначе мы не сможем идти дальше потому что до университета хорошо это базовое образование а целевое образование мы обязаны будем делать сами но для этого нужны ресурсы вот и такой пробный шар оплай мы его освоим вот и по разному идет там есть нюансы из-за того что люди но не совсем понимают ну скажем так опыта еще мало те кто выводят и не все срабатывает сразу все сделаем по плану поэтому больше я по плану не хотел бы говорить может быть пару слов я сказал бы еще по бразилии зачем мы туда едем интерес не покидаю а скажем вы должны лететь 16 часов там из этого полетных это чуть больше почти 12 часов вот это встреча и потинки будет как раз вы видели представители значит один скажем миллиардер бразилии со своим сыном родриго приезжали в минск мы с ними смотрели им понравилось они уехали обратно летом и подготовили отсюда значит смотрите дорогие друзья продолжим тут у нас маленькая техническая заминка была поэтому не обращайте на это внимание особого по и по тинге значит очень важная целый 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 ряд который рассказал он не записался у нас тут записывающее устройство немножко барахли или например не сумели его настроить правильно суть в том что смотрите ведь каждый проект как где бы он не был он естественно финансирует и то что делается в минске или вернее чтобы запустить проект бразилии нужно заказать работы минске в конструкторском бюро это денежный поток вниз это дополнительно возникает еще капитализация потому что появляются новые предпосылки новые возможности новая сертификация уже для бразильского рынка а там мы не знаем сегодня мы еще не знаю где на каких южноамериканских рынках действуют те же самые требования которые есть бразилии сделал для бразилии мы практически автомата имеет той же самой может быть аргентине или уругвай или боливии или еще нет поэтому этот процесс такой интерес у инвестора железный есть бразилии уже были да как я сказал они были в минске посмотрели они очень воодушевились на каком-то из вебинаров и я не танжаны говорили что они прямо тут же сами проинвестировать они показали свою лояльность оба и сын и отец и они уже причем сын он такой бизнесмен который получил хорошее образование имеет вот он сказал что я поеду обратно и моя первая задача то о чем мы говорили что развивать проект но и от отработать мою инвестицию и он уже это практически сделал там уже всех родственников поставили то есть они лояльность проявили уже достаточно часть туда своей семьи вот это пока ну как бы такой стартовый момент и вот мы едем туда и наша задача юридически проработать возможности сотрудничества на этом рынке выяснить все детали вот какие компании там можно и нужно учредить и как стартовать с адресным проектом потому что там чиновники имеют к этому интерес в лице мэра и других для них очень важно презентации мы будем министерстве делать презентацию штата потом будет презентация в городе и непосредственно с теми проектировщиками архитекторами и транспортниками которые занимаются развитием транспортной структуры там есть очень интересные 22 варианта и мы будем как бы но взвешивать насколько у нас компетенции связываясь при необходимости с минском значит выяснять что и как можно там делать вот с этой информацией я вернусь обратно и доложусь на московской конференции потому что туда прямо прилетим 7 7 поздно ночью из бразилии прилетим москву 8 на выставке а 9 10 у нас конференция в москве то есть это вот такая вот важная важная информация будет для вас вот могу сказать что и готовится параллельно практически понимаете процессы параллельны готовятся сейчас и в индии аналогичная вечно других трех штатах где тоже долго запрягали как русские и индусы но вот проявили сейчас сегодня я им это отсылал еще ответы на вопросы так что процесс дорогие друзья идет параллельно идет и это очень важно поэтому поэтому время у нас еще есть на нас еще около 20 минут они мы делаем первый такой видео вебинар задавайте вопросы я готов потому что у меня как бы традиционно такого вебинара я не подготовил вот какие-то темы что у нас там еще возникало допустим расскользнул вопрос по сертификации сейчас какая-то появилась новость то заканчивается сертификация но нужно понимать что это какой-то промежуточные этапы какой-то конкретной части они всего как и технопарка конечно вы можете объяснить ты все объяснил трудно что-то объяснить дополнительно понимаете не надо метаться что о все теперь сертификация закончил она никогда не закончится заканчивается определенная сертификация какого-то этапа какого-то участка какой-то процедуры какого-то режима скоростного поэтому я извиняюсь мне просто эти дни не было времени смотреть что там происходит у нас на сайтах поэтому я в деталях не знаю но я так думаю что так и есть нужно делать это до очередной этап поэтому это очень правильно надо восприять будьте уверены когда будет так называемый блок закрыт сертификационный мы все об этом торжественно узнать я вам обещаю точно но вопросов я даже не знаю что тут еще но с вопросами даже обращались наш любимый час и целевые проекты и там тоже как бы не возникло поэтому чтобы лучше подготавливать материал надо быть нашим слушателем вебинаров тоже чуть активней и прошу быть вас активнее и присылать вопросы в чате да тогда мы можем формировать более интересные вебинары и можно кто стесняется может лично переслать вопрос либо владимиру маслову либо меня найти в чате и передать мне вопрос мы будем задавать неудобные тогда вопросы не там в чате иногда у нас опасно задавать неудобные вопросы могут наброситься и просто обидеть человека если мы будем разбирать их на вебинаре это будет неинтересно и удовлетворительно для тех кто их задает спасибо алексей часто затронул такую такой момент я сегодня несмотря на такую как бы за парку там написал одно придано как бы одну мысль начать и я повторю здесь дорогие друзья вы понимаете вот время от времени проскакивает некое такое как бы пессимизм что лили или вот а вот там сказано допустим что как 20 тысяч пассажиров значит загонят в один час в один юнибус или как можно вот один юнибусом или вот одной трассой обслужить ведь вы же понимаете что процесс вот я вам сейчас объясню например там никто не объяснил этого там пошла такая дискуссия что такое где-то кто-то услышал я там задал вопрос я не помню задал или зачеркнул неважно что где вы это прочитали привязано к чему конкретно я начал да там просто арифметически кто-то тупо посчитал что в одном часе там 60 минут разделил 20 тысяч на 60 минут получилось там 366 человек должно вскакивать в одну минуту в одну минуту по-моему да да в одну минуту вскакивать или дорогие друзья надо головой думать понимаете ведь вопрос то в том что со скольки станции садятся люди не с одной станции это во первых на трассе может быть до необходимого количества один самый нормальный юнибус который трех или скольки там органы 168 человек как вариант самый большой это юнибус городской ритмичность или скажем очередность может быть 2 2 2 2 секунды это значит ушел 2 секунды прошел шел следующий по скорости это расстояние достаточно большой между ними но не с одной станции дорогие друзья в метро там сибирьков правильно сказал сколько метро обслуживает за но пардон смотрите сколько там станции в метро понимаете поэтому не надо однозначно к этому относиться и сразу начинать сомневаться и так далее посидите подумать и вот к тому чтобы подумать дорогие друзья мысли материализуются я говорю в том смысле что у многих или счастью не у многих появляется так называемые как бы ну критическо плохом смысле этого слова мысли формы и боже упаси нельзя желать кому-то плохого кто-то высказал как правильно алексей говорит начать и мысли вот на него там набросились в семье видать невозможно на кого наброситься и в семье это нельзя делать поэтому очень важно относиться и думать о том что вы думаете что вы думаете и что вы говорите и это не потому что ой думать можно что угодно но нельзя высказывать не думайте отрицательно не думайте пожалуйста я вас очень прошу значит то плохо о ком-то да во всех есть и черная и светлая сторона в каждой проблеме есть проблеме есть черная и светлая сторона давайте энергию светлую составляющие проекта проблем и задачи непонимания и не развивайте темную сторону этого дела служите добру пожалуйста это наша это задача это мы строим это мир и поэтому давайте так к этому подходить задумайтесь над этим что вам сейчас сказал я очень надеюсь и уверен что мы с вами завтра будем лучше чем были вчера и сегодня поэтому я уже так вот смотрю что время достаточно много вот мне надо еще собираться мне еще один чемодан не собран а и сегодня мы сделаем чуть-чуть короче да спасибо хорошая идея да алексею придется еще его компоновать вот я надеюсь что вам и мы увидимся с вами после значит мероприятий много будет что узнать обсудить и всего вам доброго до скорых встреч спасибо стройская ведь рассказать планету спасибо за просмотр! спасибо! you Продолжение следует...